Ход реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Твери на заседании регионального правительства. Как было отмечено, общий объем финансирования нацпроекта составит 99,5 миллионов рублей. При этом значительная часть средств поступит из федерального бюджета. На что будут потрачены эти деньги и каковы перспективы реализации национального проекта на территории Верхней Волжи в материале Никита Васильева. В соответствии с указом президента России Владимира Путина о национальных целях развития страны, воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиций и духовно-нравственных ценностей является одной из стратегических задач. С этого заявления, открывая очередное заседание правительства региона, начал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Верхний Волжье – это исторический центр России, подчеркнул глава региона. И наше стремление стать одним из культурных центров страны обусловлено тем, что история Тверской области связана с именами десятков выдающихся деятелей культуры. Писателей и поэтов, музыкантов и дирижеров, хореографов и художников, скульпторов и архитекторов. На территории региона расположены исторически значимые памятники культуры, архитектурного наследия. И для региона, конечно же, ключевое значение имеет рост количества и качества фестивалей, спектаклей, концертов, выставок во всех муниципальных образованиях. Так, крупными событиями 2022 года станут мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого, 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского, 120-летия со дня рождения Сергея Лемешева, ставшие уже традиционными проекты фестиваль искусств Юрия Башмета, пасхальный фестиваль Валерия Гергиева, театральные обменные гастроли и другие. Продолжится и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе и в сельской местности. По национальному проекту заложен ремонт театра кукол, театра юного зрителя в Твери, а также Киморского и Вышневолодского театров. Всего за пять лет реализации нацпроекта в порядок приведут 42 объекта. До 2024 года в 125 домах культуры запланированы капитальные и текущие ремонты, обновление оборудования, приобретение костюмов, музыкальных инструментов. Общий объем финансирования нацпроекта будет составлять 99,5 миллионов рублей. При этом значительная часть средств, около 89 миллионов, поступит из федеральной казны. Мы понимаем, что вообще развитие культуры сегодня для Верхнего Волжья – это одна из ключевых задач по укреплению экономики, потому что люди, которые общественно активны, они также активны и в работе, и в общественной деятельности. Добавим, что для содействия в подготовке и реализации в области единой системной государственной политики в сфере культуры создан совет, в состав которого войдут деятели культуры и искусства, признанные эксперты отрасли.